Здравствуйте, дорогие мои! Спасибо, что пришли. Очень рад и тронут, что вы сегодня ко мне, со мной. И с моим произведением немножко, наверное, странным, и мне придется сейчас о нем поговорить. И прежде чем я усядусь окончательно и придется начну вещать, во-первых, конечно, я скажу, что я очень рад, что это происходит здесь. Все-таки я всегда был патриотом университета, своего родного журналистского образования, и вот нашего журфака, как бы он ни назывался, да, то есть названия на моей-то памяти несколько раз менялись. Ну, я по старинке привык журфак называть, хотя высшая школа журналистики, коммуникации, и вот сейчас мы с этим именем. Ну, в общем, я очень рад, что мы здесь проводим это мероприятие. Вообще ведь каждая книга — это какое-то посвящение, послание в мир. Вот, да, но в большей степени получилась конкретно эта книга, ну, увязана так, получилась опосвящена действительно моим родителям, которых я вот потерял как раз в это время, в эти месяцы. Но если все-таки устремляться в будущее, да, то я вот все-таки хотел, чтобы... Ну, вот и здесь большая часть, конечно, студенты мои, коллеги, чтобы это вот ваш товарищ, ваш препод, я не знаю, ваш учитель сделал книжку, и это вот теперь как-то таким образом тоже останется. В общем, я очень вам благодарен, я очень благодарен тем, кто меня сюда пригласил, тоже моим товарищам, потому что это была не моя инициатива, сразу скажу, то есть возникло просто предложение как раз от моих коллег, вот от Василия Загидовича. И вообще, то есть давайте говорить про наш университет, давайте нести, ну, как-то где бы мы ни оказались, все-таки... Ну, слабую хорошее что-то, что можем, про наш родной журфак, про наш университет, и все-таки, чтобы это имя ассоциировалось с чем-то высоким, красивым. Вот, я это хочу. Вот, а дальше я уже буду говорить о произведении, и на этом месте я, наверное, позволю себе сесть. Да, спасибо. Ну, я поступим так, да, то есть я сначала немножко порассказываю о том, что это такое, о жанрах, тут несколько получилось у меня обозначений, потом я немножко почитаю, и далее мы, значит, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Вот. Жанр обозначен как антиутопия, ну, точнее, роман-поэма-антиутопия. Дело в том, что действительно, я, да, вот, подошел в издатель книжки Олег Маковский, издательский дом Олега Маковского. Это я очень благодарен тоже Олегу, издательскому дому, потому что, когда мы думали потом с друзьями, где вообще это можно издать, кто вообще сейчас издает роман-поэмы или романы в стихах, да, с каким-то таким, ну, ничего не приходило в голову, и тут вдруг вот нам повезло найтись, и в этом смысле... А книга, видите, такая объемная, да, а издательства, ведь они все время очень так, к таким большим книжкам, сразу ведь возникает мысль, а как же это будет потом расходиться, продаваться там и так далее. и тем не менее, вот мы пошли на этот эксперимент, Олег тоже, и думаю, что это... Ну, пока вот идет, то есть действительно есть в этой книжке какое-то резюме, ну, то есть, в смысле, волны какие-то, имеется в виду, да, какой-то круги, расходящиеся, уже прошло несколько презентаций, и есть интерес. Значит, ну, антиутопия здесь слово звучит. Слово утопия это такое, как вы помните, такое счастливое место, да, ну, соответственно, идеальный мир, а антиутопия это что-то, соответственно, с другим знаком, и чаще всего это такое пространство, в котором установлена достаточно жесткая дисциплина для людей, для тех, кто там населяет, и люди обычно бывают собраны в какие-то конгломерации, в какие-то даже отряды или что-то такое, и чаще всего бывает, вот если вы вспомните Оруева, там, 84, там, или роман, или повесть Мы, Замятина, да, то есть одна из задач у строителей вот этих самых пространств, которые в жанре антиутопии, да, ну, колонии или там, каких-то лагерей, или что-то, уничтожить индивидуальность и создать какое-то общее коллективное Мы, скажем, у людей. И при этом, и здесь такая похожая история, здесь многие персонажи, то есть они вместо имен имеют номера, но чаще всего, чем еще вот эти антиутопии, это цены, то есть, ну, интересно, что как раз вот главные герои этих произведений чаще всего все-таки сохраняют тайно, неявно сохраняют свою внутреннюю свободу или нежность, там, любовь, вот в этих жестких достаточно условиях, в условиях дисциплины, такого, авторитарности каких-то, вот, и здесь тоже происходит это с героями произведения, но, скажем так, залогом вот этой свободы, за счет чего, то есть, источником вот этой внутренней свободы, для тех персонажей, которые делаются главными героями, это не все представители колонии, отдельные отдельные номера, вот эти, станет их взаимодействие, общение вот с поэзией золотого века, поэзией пушкинской поры, то есть, ну, вот эти авторы, которых вы все знаете, ну, сам Пушкин, там, Дельвик, Кюхельбейкер, батюшков, и так далее, вот эти книги поэтов, там, являются такими запрещенными предметами в этой колонии, запрещенными книгами, и они есть, тем не менее, каким-то образом, ну, объясняется потом, постепенно, каким образом они оказались у этих персонажей, вот, а потом выясняется, что судьбы этих, вот этих работяг, колоний, честно переплетаются непосредственно с судьбами, собственно, самих, самих поэтов, вдруг оказывается, ну, извините, что такие, довольно большие спойлеры получаются, иначе не объяснишь, такая достаточно сложная конструкция у книги, вот, ну, вдруг оказывается, что это не просто антиутопия, что это еще такое, действительно, такое фэнтези, это такой какой-то особый мир, и действие происходит не совсем на Земле, а действие происходит в какой-то межгалактической колонии, и еще говорить о том, что есть параллельные миры, вот, если вы смотрели сериал «Квантовый скачок», там тоже вот параллельные миры, параллельные планеты, где разворачиваются похожие такие истории, и оказывается, что вот, чтобы в какой-то параллельной планете, параллельной Земле родились наши поэты, вот эти Пушкины, вот эти Дельвиги и прочее, в этой колонии вот эти избранные люди, обладатели вот этих тайных запрещенных книг, должны постараться, должны что-то сделать во имя своего поэта, у каждого свой поэт, своя книжка, своего автора, и дальше они решают, ну, то есть, эту задачу, и, на самом деле, все принимают разные решения, кто-то, у кого-то получается сделать свой поступок, который запускает вот эту программу рождения поэта на другой планете, а кто-то отказывается это делать, кто-то отказывается и уничтожает книгу, уничтожение книги означает, что на другой планете, в другой России не родится великий поэт. Но все принимают это решение свое и, значит, по ходу произведений. Ну, еще там одно пространство, то есть, здесь много пространств разных, вот эта космическая колония, вот этот вот золотой век, и там есть еще одно такое пространство, дело в том, что постепенно оказывается, что, ой, еще один жуткий спортер, да-да, постепенно оказывается, что люди, которые в этой колонии находятся, ну, это не просто живые люди, а это умершие души, то есть, они жили раньше, тоже на земле, и они жили все в одном примерно времени, в одно время и в одном городке, что-то вроде условного Магадана 50-х годов, то есть, в сталинские какие-то времена, то есть, они все, у них была там еще своя какая-то биография прежде, вот, и они попали в эту колонию по принципу, то есть, они там не смогли, недореализовались как поэты, и это как бы их после смерти вот такой какой-то шанс все-таки свое поэтическое, вот, такая сложная история, там, на самом деле, можно еще рассказывать, вот, но это очень, во-первых, долго, во-вторых, ну, книжка же есть, и есть возможность ее приобрести, почитать, вот, просто я мне это рассказал к тому, чтобы вы понимали, с чем, с чем вы имеете дело, вот, в лице, в виде этой книжки, действительно, называется довольно странным, на первый взгляд, ОНД, 4181 ОНД, здесь дана расшифровка «Остров непрекаянных душ», долго я думал над названием, на самом деле, вот этот «Остров непрекаянных душ» здесь, ну, почти не упоминается в этой книге, вот этого сочетания, вот, а вот 4181, оно упоминается, значит, и, ну, вот давайте, хотя я, конечно, давая интервью, универс, смотри, вот расшифровал, что это значит, ну, давайте здесь вам об этом не скажу, чтобы вы посмотрели, вот, сюжет, который готовит коллеги, что значит, вот эти цифры, может быть, у вас какие-то будут предположения, тоже, я не знаю, вот, и сейчас я немножко вам почитаю, вот, а потом вопросы какие-то сможете задать, уточнить, как это все, надеюсь, вопросы возникнут, у нас, вообще, каждая книжка на вес золота, я вам честно скажу, я буквально за каждую тут отчитываюсь с каждой книжкой, что происходит, но я все-таки рискну и предложу одну книжку, в подарок за лучший вопрос, если действительно будет лучший вопрос, ну, достойные книжки, если будет такая ситуация, что, ну, надо же кого-то наградить, тогда я одну не буду этого делать, потому что я берегу свои книжки, а если будет вопрос, который прямо вот меня вдохновит, тогда действительно награда найдет своего героя, вот, ну, 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 с вашего позволения, я почитаю, начало-то я прочитаю точно, я хотел выбрать еще одну главу, что-то я, видимо, неправильно запомнил ее номер, а вот оно, ну, начну я с главу первой, то есть я прочитаю вам, они короткие, эти главы, вообще писалось довольно быстро, всего три месяца писалось, и буквально я каждый день писал по главе, вот, я прочитаю вам три начальные главы и главу 41, прочитаю вам, могу даже зачитать вот что-то вроде предисловия, то есть в межгалактической трудовой колонии и поселении ОНД 4181 живут, работают, мечтают и тоскуют по женщинам, парни разных возрастов, мировоззрений и телосложений, объединяет их одно, они поэты-неудачники, но судьба других, великих, Пушкина, Дельвига и прочих знаменитых русских поэтов сейчас в руках у этих поселенцев-работяг, вместо имен, имеющих лишь цифровое кодовое обозначение, где-то в иных измерениях, в иной, новой России должны появиться заново ее поэты, свершится это однажды или нет, теперь зависит от колонистов ОНД 4181, и еще от того, сумеет ли сама колония выжить. Глава первая. В лопастях вентилятора запутавшийся полиэтилен машет розовым краешком во след уходящему человеку. Работают все вентиляторы и кондеры, разлетаются шляпы, проветриваются коридоры. Исчезают неприятные запахи, стены обработают мыльным раствором. Подпись инструктора Борисенко закрепит настоящее положение вещей, подытожит, пересчитает, в уме умножит. Уходящий уходит. В руке портфель, внутри пистолета и коржик. И книжка стихов Кюхельбекера. За ним проветривают помещение, и будто его и не было. Испортилась сильно погода. Одно единственное вот это, что изменилось после его ухода. Освободившийся номер 513 передадут тому рыжему с 12-го отдела, правильнее говорить, отряд на 10 пунктов подымется в рейтинге тел, его бренное толстое тело. Сейчас он 523. Куда уходят безномерные? Что за этой стеной? Не задавай ненужных вопросов. Мыль, пой гимн 12-го отряда. Какой ты неприятно рыжий. Надоело возиться с тобой. Учи его на инструкцию товарища Борисенко. Учу. Смотри у меня немчина. Я лежу. Теперь у меня твой номер, 513-й. И Келли твоя каютка. Я должен забыть тебя. Обмеривал стол и обмер. Как это здесь оказалось? Гляжу. И это уже не шутка. Приклеена книжка скотчем к столу, ко дну. Разверну-ка. Антон Антонович Дельвик. Стихи. Когда с человека снимается номер, ему вручается пистолет, а пулю в зеленом и запечатанном крепко конверте вручает уже на выходе. Мне рассказали соседи, но это еще не точно. Вентиляторы включаются в 10, значит на улице ночь. Отбой. Воровато суюсь в поэзию. Луну отключают. Успел только первое слово увидеть. И слово было Бог. Какой непонятный Дельвик. Фамилия даже не наша. Лу Немчина. Заснул я. Рыжий. Больной и толстый. Подмышкой инструкции Борисенко. Мне снились зеленые осы. Осы на острове Алькатрас и я один из нас. Индейцы оставили это место, догорели их костры. Мы одни на острове посреди забытой богом дыры. Имя мы сами дали ему. Кто-то вычитал слово из книжек, кажется, оно обозначало тюрьму. Я думаю о Париже, слушая Ива Монтана. Его включают, когда я принимаю ванну, а на работе нам положен гимн, мы поем его хором. Однажды мы все погибли и оказались на этом острове Оз. Так это я представляю. Второй уже день с заложенным носом. Я, рыжий и толстый. Я не способен к тяжелой работе, но говорят, без этого здесь не выжить. Есть четкие инструкции товарища Борисенко. Мы таскаем какие-то ящики, нас выводят босиком, и так часа, может, два или три, а потом наступает время обеда, потом время прогулок по острову, а кто-то читает газету. Нам ее доставляют с неба на большом вертолете. В газете печатают небылицы и новые инструкции Борисенко. И стихи, подписанные нашими номерами. Однажды я там обнаружил стишок, под которым стояла цифра 513, но я не писал его, это точно. Вентилятор отключают вечером. Потом и солнце. Мы отправляемся мылить стены, и это время Оз. Мы запираемся в каменном алькотрассе, а они вылетают наружу. Я слышу этот ужасный звук, писк. Я дрожу и трушу. Последний солнце лучик шевелит уставую пыль. И скажет, насупившись, сосед мой 510, «Чего застыл-то? Мыль лучше, шибче, чище!» Немчина. Это осозабвение. Согласно инструкции Борисенко, номер 418, бис. Ночь. Возвращаюсь в каюту. В темноте набираю ванну. Сползаю. Прошла минута. Врубают Ива Монтана. Инструкция Борисенко, номер. Осозабвение зашумели в моей усталой голове. В области вентиляторов крутится все быстрее. Луну отключили на месяц. Мы никогда не видели настоящих женщин. Я даже подозреваю, что женщин не существует. Что это просто инструкция Борисенко, неизвестный какой-то номер. В конце концов, но откуда я знаю, что есть, например, Ив Монтан? И что он Ив Монтан? Когда я здесь появился, меня подвели к фонотеке с надписью «Мелодия для принятия ванн». Там я его и приметил. Точнее, карточку с именем. Например, мой друг, 423-й, выбрал китовую песню. Так там было написано. А может, и Ив, мой кит? Мы видели женщин в кино. Называлось «Огни большого города». Это мое любимое. Нас водили смотреть эти фильмы каждый десятый день. Огромная простынь свисает вдоль черной стены алькатраса под шум вентилятора, надребезжащей от ветра и белой простыни хрупкая, несуществующая женщина признается в любви нелепому господину. Ни мое кино не поможет, не научит, как говорить с ней, чтобы она полюбила. Инструкции нет. Об этом молчит Борисенко. Поет Ив Монтан на неведомом мне языке. Я пытался копировать тембр бесполезно. Нас просто учили тому, что женщина есть и любовь есть. Мы все как умели учились. Пока 108-й, юнец из 6-го отряда, однажды, не прыгнув на простынь с разбега, ударился в стену и рухнул. За тканью лишь камни. А женщин, наверное, не существует. Он умер на прошлую неделю, отважный дурак неразумный. Стоп-кадр в голове моей. Губы на толику только мгновения совпали у 108-го и девушки из кинофильма «Огни большого города». Он рухнул в обнимку с простынкой и умер от неразделенной любви. Мы впервые узнали, что это такое. Увидели зримо, как это – умереть от любви. Несчастнейший 108-й. Нам включили луну на всю ночь на прощание с ним. Мы простились. 423-й врубил китовую песню. Печально китовье урчание. Вилось дымочком до неба оно. До таинственных звезд только трасса. Я книжку достал из кармана и Тихонов внятно прочел. Антон Антонович Дельвик «Русская песня». Что, красотка молодая, что ты, Светик, плачешь, Что, головушку вздыхая, к белой ручке клонишь. 108-й. Дуралей незабудка. От волнения очки уронил. Я нарушил инструкцию 9. О, немчина сосед подоспел. Размазня. Был сигнал по каютам. Видишь, ос выпускают. Пойдем-ка. Мне впервые казалось не страшным. Ос забвения, злое жужжание. Быть ужаленным жаждал в тот день. Как заснул, я не помню. Это были первые три главы. И вот глава 41. Сегодня ничего не будет происходить. Только юная дева усядется перед окошком и будет грустить. Любуйся ею, Антоша, и мне потом расскажи про вздохи ее и порывы юной души. Я люблю тебя. О, мой Дельвик, иногда мне так хочется опьянеть и лежать. Океан бы выдумал мне колыбельную. Никакой колонии нет. Толстый мальчик в смешной пижаме выбегал на мансарду ночью и читал стихи и звездочки величиной с горошином. Ничегошеньки, больше я не хочу. Казинаки кушаю и рахат в укум. Утром маменька меня за ручку сведет к врачу. Огурец, кукумбер по-английски, схрумка укум. Я играю с буквицами. Мой Дельвик, мой шахматист. На перегорке мы с ним меняем картинки букв на квадратиках детских кубиков. Аист, лист. Я люблю тебя, девица. Где там юа на ю? Кварки, квадриллионы, квадрат, квинтет. Мамы нет. За ручку никто нас не поведет. Мы одни в колонии. Дельвик, ты мой поэт. У тебя в поэмах девушка. Вот и все. Их ваток. Красивая. Только она грустит. У меня растерянный, рыжий, толстый вид. Я пятьсот тринадцатый, детство мое и мать, позабывший накрепко. Дай мне тебя обнять. За всех тех женщин, что были мы лишены. За годы жизни в колонии. Куда мы помещены чьей-то волею? И если бы не мой Дельвик, я полез бы на стену. А нынче сажусь на велик и еду на окраину острова. И там я сижу и читаю. И стихи, понравившиеся, крестиком отмечаю. Ну вот. Вот это такие отрывки, которые я мог позволить себе прочитать. Сейчас есть ли какие-то у вас ко мне вопросы, что-то хочется спросить или нет? Можно? Да. Здравствуйте, меня зовут Виктория, телевидение «Второй курс». У меня к вам такой вопрос. Если бы у вас была возможность спасти только одного автора, кто бы это был? Что сделать с автором? Спасти. Точно так же читаю его стихи, произведения. О, боже. Не знаю даже. Наверное, я бы сам умер. Ну, потому что, ну как, не знаю, это очень сложно. Ну, у меня действительно персонаж, с которого все тут началось, Дельвик. И вообще, надо сказать, что я, когда начинал только писать, даже не думал, что у меня будет целый отряд поэтов. Думал, что вот будет Дельвик. В Дельвике много такой беззащитной нежности. Ну, потому что, действительно, он тоже был такой... Немножко полный, толстенький, рыжий, неуклюжий человечек, писавший, вот, как Дельвик о любви Маук вообще кто писал, поэтому очень много романцев есть именно на стихи Дельвика. Ну, я не знаю, вот, то есть, ведь в вопросе, это же значит, если ты спасаешь Дельвика, ты, значит, остальным должен сказать, там, пока. Как бы, я не знаю, я так не получается у меня. Ну, меня зовут Михаил Глеб, первый курс журналистика. Я просто хотел спросить, я более-менее знаком с вашим творчеством, то есть, видел ваши выступления раньше со стихами и читал их, и хотелось бы спросить, почему именно антиутопия? Ну, тоже для меня неожиданный жанр, и я такого прежде не писал, но хотя это произведение с моими предыдущими большими произведениями, а я действительно, вот, многие тоже мои, те, кто немножко следит, и коллеги знают, что главная моя, так сказать, специализация, не всем понятная, это большие такие поэмы-романы такие, то есть, поэмы, обрастающиеся сюжетом, какими-то коллизиями, но чаще всего это были поэмы биографии, то есть, известных личностей, вот, Маяковский, значит, Нежинский, Тарковский и другие. Мне вообще всегда интересен был человек, конечно, и вот в этой точке, да, то есть, того, что соединяется и моя журналистика, и моя наука, публицистика, вот, все, что я делаю, это связано, конечно, вот, с мирами человеческими. И антиутопии не было, вот, в этом перечне, но вот ощущение апокалипсиса, да, апокалиптические какие-то настроения, это давно тоже стали каким-то моим предметом и научного осмысления, и переживания какого-то такого, эмоционального даже, потому что, ну, вот я, например, несколько лет назад научную статью сделал, посвященную каким-то вот апокалиптическим настроениям в публицистике 1917-18 года, ну, потому что конец света для одной маленькой нашей, маленькой, огромной, да, для одной страны, для России, 17-й год, вот эта вот революция, как не просто революция, но и конец света, конец прежнего устройства мира. Это было так, потому что, ну, вот у нас, даже если перечислять названия, произведения публицистических того времени, «Солнце мертвых», вот у Шмелева, там, там, «Окаянные дни» у Бунина и так далее. И вот этот 17-18 год, который я каждый год преподаю еще студентам тоже, вот, наверное, через эту тему я приходил вот к этому настроению апокалипсиса. И, надо сказать, что вот в этом году тоже у меня была такая поэма, посвященная этому же времени. Тоже у нее был реальный персонаж, прототип, реальный герой, Нина Ефимова. Они создали первый в Советском Союзе кукольный театр в Советской России, точнее, даже не Советский Союз, то есть 18-е, 20-е годы. Представляете, что такое 18-е год и кукольный театр? Это они едут по деревням и играют спектакли за картошку, например, там. Или там по всяким каким-то странным местам, там, совершенно... И я думал, что я напишу поэму, что-то вроде «Кому на Руси жить хорошо?» Но в период 17-18 года вот едет этот табос с куклами, с этими петрушками по вот этой революционной России. Вот, поэтому... И это было вот тоже в августе, непосредственно, получается, примыкая вот к этому ОНД, потому что ОНД начали писать в октябре. Вот, я думаю, что я вот к этому жанру антиутопия пришел через вот эти свои переживания, в том числе и поэтические, темы ощущения вот апокалипсиса, конца света какого-то, с которым я работал и как ученый. Вот я уже говорил, что научная статья в Вестнике Бавгородского университета опубликована у меня и как поэт работал. А тут получилось, что это тоже, потому что ведь тоже души, вот они находятся в этой колонии, и они тоже ощущают себя как бы последними людьми, а может быть, наоборот, начальными людьми. То есть они еще не решили этот вопрос, либо они уже последние люди на Земле, либо, наоборот, после них должно начаться человечество. Ну, они же не знают, что там происходит с пределами колонии, они вот переживают и рефлексируют на эту тему. Вот, поэтому думаю через это. Ну, вообще для меня самого было неожиданно. То есть я писал стишок, написал стишок, а потом вдруг я же напомнил, что это не стишок, а первая глава. И все, и дальше уже это пошло и двигалось, пока, да. Владимир Сафронов, журналистика, первый курс. И вот у меня вопрос. Вас вдохновило какое-то конкретное событие на написании этого романа? Просто я присутствовал на предыдущей презентации вашей книги и слышал то, как вы читали главы, и они пропитаны были тоской и грустью какой-то. Ну, не знаю. Ну, тебе так показалось. Вот, насколько оно пропитано тоской, как бы, ну, здесь вопрос, на самом деле. Ну, нет, я говорю, что вот у меня вот это настроение, оно вообще присутствовало и прежде. Ну, и вообще, говоря о настроениях, скажем, у меня самое мое постоянное настроение, такая грустная светлая меланхолия такая. Но в этом произведении, может быть, оно меньше, оно темнее, действительно, того, что я обычно пишу. Я не могу назвать источник, я там конкретный, откуда пошел. Значит, скорее всего, это просто общее какое-то такое вот эмоциональное состояние, чувство, которое выражалось вот у меня в разных форматах, и в данном случае оно, ну, там, стало романом таким. Здравствуйте, меня зовут Адель, первый курс журналистики. А, встать надо, ладно, встать. Такой вопрос. Считаете ли вы свой рассказ законченным на все 100%? Либо вы хотели бы его дополнить чем-либо? У него есть возможности для продолжения. Я даже думал об этом, когда еще писал в процессе писания, что вот если делать, например, сиквел, то можно делать и сиквел, можно делать и приквел, на самом деле, потому что есть там ходы, как бы, потому что... Ну, здесь мне придется просто рассказывать подробности. Как бы мне не хочется, мне хочется, чтобы вы все-таки в какой-то момент так или иначе почитали, и потом бы мы поговорили на эту тему, вот, где там можно продолжать. Ну, там можно, потому что мы же уже попадаем, ну, вот в эту колонию, когда называется 4.181, а у него изначально она немножко по-другому называлась, там была другая жизнь, то есть вот возникновение этой колонии, и первые, собственно, можно рассказать гораздо подробнее, как бы. Ну, так же, как и что случилось дальше, потому что с Деликом-то все понятно, вот этим первым героем, с ним история закончена, но там остались еще герои, которые вполне будут еще продолжать, то есть можно продолжать. Другое дело, что буду ли я сейчас это писать, я не знаю, то есть всегда радостно ставить точку и заканчивать, да, а дальше уже вопрос открытый, то есть будет настроение, состояние какое-то, то можно и писать, а можно и не писать. Здрасте, телевидение, второй курс, Тимиров Амаль. Хотелось, ну, информативно было слышать про то, что вы писали в таком творческом порыве, и хотелось бы узнать больше о космической станции. В какой момент она пришла к вам в голову, и что это было, творческий порыв или же нежелание повторяться с Орелом? Да я о Боруево вообще не думал, честно говоря. То есть о Боруево я задумывался, когда, ну, уже книжка была готова, и пришлось, ну, делать, давать какие-то подсказки читателю, составлять вот эти аннотации, ну, то есть нужно подбирать какие-то рифмы. Не совсем это похоже на Ореловский мир, на самом деле. А космическая станция, все ведь на руках приходит, ну, то есть вот начинаешь писать, и писалось так, я вот говорю, первая глава, и каждый день писалось по голове. И, значит, вот я вам прочитал три главы, а вот четвертая начиналась так, значит, «Ржавые двери автобуса марки ПАЗ открылись с шумом, люди высыпали наружу, добро пожаловать в Алькатрас. Могло бы быть написано на воротах, но не было написано ничего, кроме загадочного ПАЗ на борту автобуса. Мы высыпали наружу, нам привели инструктаж, через пару часов мне казалось, что я уже здесь лет 200». И когда возник этот ПАЗик, который их как-то туда привез, я понял, что это где-то, ну, то есть вот оно на руках написалось, ну, а написал, значит, понятно, значит, надо придумать теперь мир, значит, это теперь колония оказывается, то есть сначала, значит, какое-то просто место, а теперь вот стало колонии, и мне пришлось уже дальше соображать, и дальше уже включилась выдумка, ну, фантазия какая-то или что-то, потому что надо было, мне же самому приходилось отвечать на вопросы. Текст задает какие-то вопросы, сначала на руках, задает, ну, просто рука пошла, написала, и не знаешь, что откуда. А потом ты начинаешь, ну, надо же на эти вопросы как-то ответить, и уже идет, ну, как бы, там, не божья фантазия, а ты пытаешься как-то саму себе, ну, обосновать, почему ты так, собственно, сделал. И стало колонией. Ну, то есть, и там потом мне, мне же нужно было ответить, я же ведь ученый же еще. И поэтому это тоже свой накладывает отпечаток, потому что сразу начинает вопрос, а как они едят, а как обслуживание происходит, а во что они одеваются, а как это туда попадает, как вообще вот, ну, устроены все эти вещи, то есть транспорт там как, а что там еще. Вот, потом, а потом постепенно получилось, что действительно это не одна колония, а есть сеть колонии, еще за пределами есть другие, другие, как бы, и потом действительно вопрос с женщинами тоже, то есть там, в конце концов, и женский персонаж тоже появится в этом произведении. Поэтому, так же вот, я вот писал про Маяковского, например, два года писал про Маяковского, тот же роман в стихах или поэму, как угодно. Но мне там, походу, пришлось выяснять такие вопросы. Как ходили трамваи в Москве, вот линии трамваев, как проходили, когда появилось электричество, кроме керосинки, когда появилось электричество, например, в Москве. Или мне там, например, там был смешной момент. Мне в какой-то момент очень захотелось, чтобы Маяковский был, значит, на опере Борис Годунов и слушал Арию Еродиова, вот этого Николки. А, обидели Еродиова. А просто так я написать не могу, мне нужно подтверждение. И вот я в какой-то книге о Маяковском нахожу, что действительно слушал Шаляпина, мы не познакомились. Радостно это вставляю в свою поэму. А потом, кроме этого, я решил послушать заодно оперу. Я купил диск с этой оперы, потому что в репертуаре в этот момент не шло, а тогда была эпоха вот этих CD-дисков. Я купил оперу. Я начинаю читать, и вдруг выясняется, что вот эта вот Ария Еродиова, что она до 26-го года была запрещена, что она не исполнялась, что значит, Маяковский не мог эту Арию слушать тогда. Ну, а мне нужно позарез. Я же уже и стих написал. Ну и в итоге я сделал, конечно, я сделал такой странный фильм, то есть я сделал, что ему эта Ария там как бы померещилась, а потом сделал сцену его реального знакомства с Шостаковичем, она реально была, и где Шостакович ему говорит. А вот сейчас вот состоялась премьера впервые, вот эту оперу Козловский исполнил. И вот так, как я же слышал, вы не могли слышать, ну как? Ну, то есть, по ходу написания поэм всегда проводится исследовательская работа. Ну, то есть, ну, правда, когда дело касалось исторических персонажей, это все очевиднее было, конечно, ну, то есть, что тут надо искать. Но и здесь все равно приходится отвечать на вопросы. А может ли это быть? А как это вот должно быть устроено, чтобы это было, ну, убедительно, скажем так. Я не помню, как что-то спросил-то. Я ответил, нет. Можно вот этот вопрос, я продолжу, Айр Шамич. Вот все-таки название книги вас натолкнул все-таки Уруэлл, потому что, ну, это наверняка так же, как у него год. Вот вторая часть вопроса. Год, я пытался даже расшифровать. Сначала была версия 4 января 81-го года, я думаю, Айр Шамич, наверное, родился в это время. Ну, оказывается, ты чуть раньше родился, это варьят не пошел. Я говорю, это не подходит. Потом обратно. 1814 год. Смотрю, какие там события. Нет, нет, все, иначе и проще. Нет, подожди, сейчас я сформирую. Да, да. Лермонтов родился, да, оказывается? Да, да. И первое стихотворение Дельвига было опубликовано 1814 год. Супер, 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 отлично. Вот, может быть. Да, да. Но я не знаю. Или все-таки вы скажете, раскроете, расшифруете. А это есть книги на самом деле. В книге все расшифровывается. Ну, вот, но еще и нужно сказать, что я на самом деле немного обсчитался. Вот, что в каком-то смысле, может быть, название должно было звучать как 4191, но тогда бы, с другой стороны, мне еще важно было, что число, кроме той же зашифровки, которая имеется в виду и которая есть в книге, мне еще важно, что это число входит в ряд Фибоначчи. Там все числа, которые там упоминаются, они Фибоначчи. Ну, вообще, ну, да, я, конечно, хотел сохранить интригу, но вы у меня все-таки это знание. Вообще, это буквы на самом деле. То есть, ну, просто 8, имеется буква Z, она у нас в алфавите 9, если иметь в виду букву Й. Й, да. Ну, вот, если мы по правилу кроссворда Й вычеркнем, получится буква, это будет Газа. А Газа, это город Филистимлин, древний город упоминается в библейске, ну, там дальше уже это объяснено в романе, почему это было, называлась сама колония как колония Газа, а потом стало, вот, циферное, циферное обозначение получила. Хороший, отличный вариант. Супер, супер, да, да, да. Я вот даже как-то об этом вообще не подумал, хотя я читал биографии Дельвига, конечно. Причем хорошие биографии Дельвига, они издавались в 19 веке. Сейчас у нас как-то этот поэт как-то полузабытый, конечно. И заодно там было в этой биографии, вот, оказывается, они в лицее в царскосельском, где они вместе учились, Пушкин, Дельвиг, Кухельбекер, то есть они издавали несколько изданий, несколько было газет, которые они вот издавали, газеты, журналов, прям несколько наименований. И вот этот вот первый биограф Дельвиг, он охотился за этими царскосельскими вот этими газетами, и они все потерялись, остались только вот названия. И он даже проследил, где они утонули, например, вот эти вот, единственные вот эти выпуски вот этих царскосельских. Мне просто как историку журналистики, конечно, это все было интересно. Вообще, я бы, конечно, больше бы собирал публику вот на историю журналистики. Вот я так это люблю. Столько я тут всего таких каких-то забавных историй для себя тоже нашел. Можно тоже вопрос задать? Вы кусочек прочитали, да, и мне показалось, что это какое-то откровение души даже было, да? Но вопрос чуть-чуть другой. Есть, ну, все знают, что есть наука, нумерология, да? Которая изучает значение цифр, даже где-то магическое какое-то значение. Вот этот факт вы учитывали, зная, что вы исследователь? То есть каждая цифра имеет свое определенное значение? Имеет, да, но я в данном случае вот я не полез в это. Другое дело, что, конечно, действительно, нумерология это да, но я могу сказать, что номера для своих персонажей, кроме персонажа, который как бы вот связан с именем Пушкина, там очевидная цифра, и заметите, можно заметить. Для остальных всех совершенно случайным образом я подбирал, то есть там нет. Единственное, что я использовал там другие цифры, которые там упоминаются, они действительно входят в ряды Фибоначчи. Я цифрами заинтересовался, когда писал предыдущую поэму свою. Вот я, до этого моя поэма, она была посвящена Моцарту. Причем это был очень странный был для меня выбор, потому что это единственный поэм, который я писал по заказу, по заказу Рустема Обязова, вот «Оркестр для прямавэр». Он мне заказал поэму про Моцарту. И мы потом, ну, я написал для него, и мы сделали в большом концертном зале имени Сайдашева, сделали такую совместную программу. Там с оркестром я читал, вот. И когда я писал про Моцарт, во-первых, было интересно, но ведь это же человек 18-го того века, да, то есть конец 17-го, 18-й век, то есть они же совершенно по-другому мыслят, думают, и они не знают многих сегодняшних героев. А с другой стороны, многие вещи, которые от нас уже очень далеко, а у них были только-только открыты. Ну, то есть для них, условно говоря, Галилей гораздо ближе, чем к нам, да. И походу выяснилось как раз, что Моцарт очень любил математику, очень любил цифры. Как раз вот Фибоначчи, он балдел от этих Фибоначчи, и очень много тоже об этом. И чисто Фибоначчи на полях записывал в своих этих произведениях. Вот, и еще я туда вставил, потому что незадолго до как раз вот моцартовской вот этой всей истории, как раз только-только открыли интегралы. Вот, и он тоже этими интегралами, и мне вот интересно было, ну, воссоздать вот этот мир человека 18 века. Вот, поэтому тогда еще, вот с того времени, я идеи вот этой цифр как бы заинтересовался. Я думаю, что в этом смысле для меня вот это гораздо больше, чем, например, тот же Орел. Хотя Орел, конечно, я тоже читал, естественно. Причем я читал его по первой журнальной публикации в этом Новом Мире, по-моему. Вот в двух номерах печатался. У меня вообще вся начитанность идет от журналов. Я вообще весь в журналистике я. Потому что я, когда я с первым же курсом работал, параллельно учася, я работал в журнале Ялкон татарском. Да, да, да. Я там работал с 17 лет. Это очень странный, работал там 10 лет, и был там редактором отдела, не пиша по-татарски. Не пиша по-татарски был в таком отдела в татарском журнале 10 лет. Вот. И там на 11 этаже была библиотека. И библиотеки были, главное, что там сокровище, это были толстые журналы. Вот это знамя, звезда, новый мир, иностранная литература. Я при каждом свободном времени, а свободное время, конечно, у меня там было, поскольку это журнал, не ежедневная газета. А ты сидишь в кабинете, у меня был свой кабинет 18 лет. Ну здорово. И поднимаешься туда, и вот читаешь эти журналы, и выписываешь оттуда какие-то понравившиеся себе куски и так далее. И вот на этих журналах как раз вот эта моя какая-то начитанность образовывалась. И да, тогда я там читал Орвел. Вот это было очень давно, поэтому я вот, я говорю, вот уже написав роман, я ведь когда писал, у меня не было названия никакого, никакого НД не было, я писал в ней без названия. Написал, но надо придумать какое-то название, надо что-то делать теперь уже этим. Тем более, что возник вопрос, что-то надо как-то издать, куда-то надо теперь уже. И тогда уже вот, а еще какие-то рифмы придумать действительно, чтобы читателям было удобно. Вот и тогда это все появилось, пошло. Спасибо. Можно уж я в продолжение тоже, раз вы вспомнили те годы, да, я прекрасно помню. Тогда я Татарстаня Шляринда постоянно была, и библиотеку-то помню. Ну и вы мне немножко странноватый казались, честно. А я такой странноватый, да. И мне казалось, что вы человек все-таки родились не в свое время, да? Вам не кажется? Вы себя как бы комфортно чувствуете в 21 веке? Да нет, конечно. Ну, как-то приспосабливаюсь. А так вот, по ощущениям, в каком году вы хотели бы родиться? То есть это ваше время было. Мне нравится 80-й год, вот как раз в плане номерологии, в котором я родился, мне нравится. Потому что там вот, там Олимпиада была. Я еще родился, когда еще был жив Высоцкий и Джон Леден. Они умерли в этом году, но позже. Вот. То есть мне, вот как год рождения, он меняет как раз по ассоциации с цифрами. Вот. А так период, да трудно сказать. Если бы я там, условно говоря, родился перед началом 20 века, то есть меня бы, конечно, расстреляли бы. То есть я бы попал под репрессии однозначно. Я думаю, что однозначно бы попал. Вот. Не знаю. Может, вот эта антиутопия идет от того, что? С первых веков. А? Душа жила. Может быть, душа и жила. Чего же вот написал? Тем более, там действительно зашифрован. Там есть многие зашифровки, которые касаются... Ну, для меня только. То есть там, например, один персонаж зашифрован как раз вот мать Василия Аксенова, Евгения Гинсбург. Там, например, присутствует. Можно догадаться, если знать. Там и частично связано с одним интервью, которое я брал, например, у приемной дочери вот этой Антонины Аксеновой. Интересный тоже персонаж. Она вот сейчас в Германии живет актриса, получается, по матери и сестра. То есть вообще у меня переплетается. Я говорю, вот моя журналистика, моя наука, преподавание и моя поэзия в какую-то такую цельную мою. Ну, как бы, не знаю, наверное, где-то 19 века, чаще о 19 веке думал. Я в детстве, у меня было много всяких совершенно невероятных вот этих вот увлечений. И одно из увлечений у меня было, я как-то придумал себе тогда лет в 11-12 я придумал себе маску такую. Я придумал, что я поэт, друг Василия Львовича Пушкина. Вот этого дяди. То есть не самого Александра Сергеевича, а дяди, то есть постарше. Я как бы писал от его имени, придумал себе имя, фамилию того поэта того времени. Я писал от его имени всякие стихи, эпиграммы. Я благословлял молодого Сашу. Ну, так ты занимаешься поэзией, ты из тебя выйдет толк. Вот. И на своего приятеля, Василия Львовича, я писал лет в 11 эпиграммы там. Там, да. Да, у меня было очень это. То есть у меня же был очень вот этот вот прекрасный творческий эгоцентризм такой. То есть вот ощущение, собственно, гениальности такого, собственного, такого, этого самого, чего я совершенно не стеснялся тогда. То есть я даже написал, трудно быть гением, взять хотя бы меня. Вот. Поэтому мне было в этом смысле легко тогда. Я жил в своих вот этих мирах. А потом пришлось вот взрослеть и из них выходить, что-то общаться, как бы взаимодействовать с людьми, еще и журналистика. То есть сначала тоже я уже тоже вот давал комментарии, как маска такая. То есть я когда первое интервью, вот надо зайти в кабинет, я несколько секунд спустил. И потом радостно я вхожу. Потому что я, у меня было ощущение, что вообще я интровертный человек, я был внутри своих миров. А профессия, она требовала, наоборот, экстравертности. То есть требовала коммуникации, общения и так далее. А мне до сих пор иногда так кажется, что я внутри нахожусь, как бы несколько с трудом. Но сейчас уже, конечно, профессии, вот журналистика и преподавание, они очень такие коммуникативные, скажем. Мне пришлось себя переделать. Хотя все равно видно, вот эти странности мои. Есть ли еще вопросы? Тогда делайте итог некоторых нашему разговору. Да, да, да. Вот, Василий Закич, я, видимо, все-таки, хотя у студентов были хорошие вопросы, но в честь первой публикации Дельвига в 1814 году я все-таки вам вручу эту книжку. Здорово, спасибо большое. Я еще не прочитал книгу. Вот придется прочитать, может быть. А вообще народ, студенты, где могут ознакомиться с содержанием? Ну, вообще можно приобрести, либо через меня, либо через издательство. Можно приобрести, пока экземпляры есть. А так, конечно, по-главному выставлялось это в интернете, в соцсетях. Сейчас уже не найдешь, конечно, но там долго придется искать. Легче всего через меня и через издательский дом. У издательства есть сайт, телефон, и это можно найти. Издательский дом Олега Маковского. Вот туда всех я и отправляю. Спасибо всем, что пришли. Я очень вообще рад. Спасибо. Ну, еще раз мы поблагодарим Айра Чамильевича от вашего имени. Пожелаем новых творческих совершений, новых произведений. И надеемся на встречу на новых презентациях. И радоваться новым литературным подвигам Айра Чамильевича. Спасибо большое. До следующих встреч. Редактор субппитра. Редактор субпитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»